До Нового года осталось около двух недель. Самое главное – успеть создать праздничное настроение. Сельское поселение Трубинское к новогодним праздникам готово. Гирляндами украшены дома культуры, яркими огнями переливается Литвиновский спортивный комплекс. Все готово к волшебству. Летящие хлопья снега и радостные лица создают ощущение сказки. Конечно, главное украшение – красавица-елка с цветными огнями и игрушками. Вокруг нее в новогоднюю ночь соберутся жители поселения, запустят в небо красочные фейерверки, заполнят площадь и оденут коньки. Нам очень нравится, как происходит подготовка. Мы стараемся вечерами гулять, потому что здесь так красиво. И дороги всегда убраны, и свечения, и елочка светятся. Два катка для детей. Для детей это прекрасный отдых. И хоккейная площадка, и физкультурный комплекс. Вообще, очень Литвиново преобразилось. Мы очень довольны. Мы как старые жители. Мы уже здесь с начала появления этих домов. В общем, преображение очень большое. Нам нравится каток наш. Мы катаемся иногда, приходим даже. Площадки детские здесь гуляем. Звезда горит не только на нарядной еле, но и даже на столбах. Светящиеся огни не боятся ни мороза, ни ледяного дождя. Пока только дети ждут возможности скатиться с большой ледяной горки. Она стала в этом году большим подарком для жителей поселения. Очень все красиво наряжено. Елочка горит. Много всего интересного для детишек. Катки, горка. Просто радуется глаз. Большая горка. Вот это вообще просто для детишек большой сюрприз. Даже взрослым интересно там кататься. Все поселение собирается. И вокруг елочки на катках. Тут просто весело, замечательно. Дружелюбно. Нам все нравится. Нам очень нравится елка. Нам нравится, что вот эта площадка все время в таком состоянии вычищена. Ну, в общем, все нам нравится. И там хорошо. Для детей отдельно сделали коток. Горку сделали чудесную. Нам все нравится. Горку чудесную сделали. И внуки наши добы. К новогодним праздникам организаторы запланировали целый ряд массовых мероприятий. Первая елка будет проходить 24 декабря в ДК Литвиново. В этот же день и в Дворце культуры Турбино пройдет праздничный новогодний концерт. А 3-6 января детей снова порадуют новогодние елки. Концерты бесплатно. Любой житель, без ограничения возраста. У нас для всех концерты подготовлены. У нас каждый наш концерт, каждая елка – очередной сюрприз для жителей. Всегда с подарками уходит наш зритель. Много интересных развлечений бывает. Очень много. Разные. Честно говоря, у меня слов нет, потому что каждый год они разные бывают. Но все интересные, и детишкам весело, и взрослым. То есть просто замечательно. Новогодние мероприятия запланировал и спортклуб Литвинова. 24 декабря на спортплощадке состоится женский волейбол. 25-го – соревнования по настольному теннису. А 3-4 января пройдут хоккейные турниры. Сами секции для занятий открыты и работают для всех жителей поселения. Обращаю ваше внимание, что все секции, которые у нас существуют, и пользование катком – все это на бесплатной основе. Причем свет горит до последнего посетителя. У нас там заслуженный работник спорта Петр Петрович. Он даже может в 4 утра выйти и заливать лед. То есть, да, там все у нас полным ходом. Лучший каток в районе. Мне нравится, я занимаюсь хоккеем, потому что на Новый год у нас тут елка, и все на катке катаются. В спортклубе в зимний период работает не только прокат коньков, но и лыж. Наше учреждение постоянно содержит в хорошем состоянии два катка, среди которых хоккейная коробка, которая приспособлена для проведения не только тренировочных занятий, но и соревнований районного уровня. А также у нас на стадионе проходит лыжня по территории нашего учреждения и за выходом. Желающие могут не только прокатиться в непосредственной близости от своего жилища, но и прокатиться вдоль прилежащей территории. Трасса составляет около трех километров. Все в ожидании праздника. С наступающим Новым годом, Рождеством уже поздравляют друг друга, жители Трубинского поселения. Чтобы было тихо, мирно и спокойно, самое главное. Пусть детки наши растут себе на здоровье и радуются. Чтобы было все хорошо. Нам нравится, всем мы довольны. И не сравнить с тем, когда мы были молодые. Все изменилось, я считаю, в лучшую сторону. Есть хорошая предпраздничная традиция. Перед Новым годом успеет закончить все незавершенные дела. А сам праздник готовить заранее. Поставьте дома и во дворе елочку. Купите мандаринов, чтобы ощутить праздник. Напишите письмо Деду Морозу или просто загадайте желание. Главное – озвучить мечту. Хотя бы одну. И постараться ее исполнить. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».